приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games решил снять третью серию выживаем заново но увы у меня почему-то селитил аккаунт потом я обратил внимание что аккаунт не был привязан сейчас привязал аккаунт все сделал чики бомбонно но и конечно новичок живой теперь совсем начинает заново и что хотел сказать но есть отличнейшие новости свершится предначертанное и все ребята которые только-только начинают играть сразу же получат открытый доступ до сезона представьте себе что трубу ты можешь получить прямо сейчас на первом уровне ну конечно сложно будет получить на первом уровне так как именно для того чтобы получать сезон нам придется выполнять задание то есть ребят теперь вы можете сразу же не на 15 уровня сразу же получать крутые награды календаре лишь решил тоже полистать и представьте себе что теперь халява который ежедневный бонус да привет с не из 15 лвла а сразу с первого некоторые события и остались 15 полицейские конечно вас не бы вообще вышку нужно восстановить золотая лихорадка сразу доступно тратишь монеты получаешь матчат и нормально большая охота у с 15 также ферма с 15 ежедневный бонус который выйдет вы уже знаете что будет с первого некоторые все-таки задание у нас остались но поверьте я только начал и уже получил 10 железных слитков пустошь неплохо я думаю что пора повыживать и здесь нам ведь у нас это неплохо получалось почему бы и нет обыскивать тайники я думаю что новичок то тот кто может так сказать только недавно начал ну или вообще начал заново пишите свои уровни на каком вы уже уровне и сколько вы сумели конечно же выкачать выкачать вашего персонажа а мы продолжим ну либо начнем выживание еще раз заново это странно но увы также интересно как и всегда и так я помню что лучше всего сразу же разобрать базу мы это вы уже знаете по предыдущему ролику зачем это сделаю тоже вы знаете так как это просто нам поможет добыть очень много интересных вещей ресурсов материалов я сделаю это чуть-чуть попаже разберу вот только эти замесы но и доступ на ферму теперь у нас открыт мясо и все остальное зеленая локация как же приятно выживать новичком но и если этот ролик наберет достаточное количество лайков и просмотров мы сразу снимем следующий видос но и конечно же хотел сказать что подобные конечно же видосы могут быть не только сняты но и сделаны в онлайне буду рад вашим комментариям пишите нужно ли делать ветер можно так сказать а кстати сопрещен нужно второй акт жесть как она есть и сразу же хотел у вас спросить кстати если на а сразу хотел у вас спросить нужно ли на стримах делать продолжение выживания наш живой только начал свою можно так сказать трудную тропу новичка с первого уровня ну и что обновление для новичков которые поразило да и помнится что некоторые моменты в игре чё там у тебя лучше конечно же не изменять ничему и мы знаем куда идти и как это делать вы знаете что я получил сразу же активку на биту представьте себе бейсбольная бита с активкой также несколько бинтов и колесо на чоппер круто первые детали с первого уровня собираем чоппер и также ребята охотимся на нереальных выживших ну и естественно на зомби который здесь находится я попробую конечно вы на фармить у меня только сотка нужно тысячи я думаю что получим и второй уровень сезона на уровне третьем потому что но как минимум это так должно сложиться я понимаю что разборка базы и то что кажется идеальной базы почему давайте отвечу сразу на вопрос почему я разбираю деревянную базу она же 2 ловила и представьте себе что разобрать базу намного намного меньше ресурсов дастся чем придется мне потом строй но вы знаете что такое стайные зомби и которые нападают на вас на вашу базу они непременно разрушит стены первого и второго уровня оставят только каменный поэтому я сделаю это за них я разберу базу получив за это ресурсы пускай меньше но получу а потом конечно уже обращу внимание на что-то интерес повара возвращаться домой с добычей дядька я думаю тебе будет пора когда ты наберешь немного древесины и волокна первый и хороший совет всем выжившим набирайте побольше древесины ну а если хотите это сделать как-то под автоматом под автоматом странно выглядит автоматически это все сделать просто нажмите автоатаку забив в инвентаре нужными ресурсами так как не болты не бинты не колеса не выпадают здесь на локации просто так то мы можем лутать только вот эти вот древесину и растительное волокно с семенами все остальное мы поднять или найти просто так на поверхности не можем поэтому ваш персонаж в автомат режиме получает это все можно так сказать сам прикольно я думаю это халява должна быть халявный кстати продолжает атаковать также но первое что возьмем жажда наступает немного медленнее это даже будет приятнее потому что персонажа не надо будет так часто поить хотя если честно даже с этими выкачанными навыками я понимаю что наш персонаж пьет воду как верблюд причем верблюд еще после этого может долго потом терпеть нет не принимая вообще ни капли воды а персонаж хочет постоянно пить как вы видите что он как бы это не было на 294 я уже получил и халява которая ну то что прикольные изменения которые нам сделали это как минимум дает возможность еще больше поверить себя и круче выживать со всей силы клей металлолом то что нападает понадобится в ближайшем будущем кстати нужно брать все так как все может понадобиться прям вот-вот что хотел сказать по поводу ящиков ящики на зеленых локациях всегда были достаточно плохими но также хотел сказать что мы сейчас там то что нам больше всего нужно например металлон нам будет нужен для крафта каких-то станков растительное волокно же нужно будет для того чтобы создавать ящики нам ближайшее время ящики понадобятся очень много ящиков пустых для того чтобы наполнять их ресурсами также изолента все 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 что здесь выпадает лучше всего забирать кстати что у нас с актом 1 требуется починить радио это все что требуется я думаю что это будет даже прикольно начать проходить на новичке акт 1 это просто прикольно я думаю что как минимум это зайдет нам и давайте пока что возвращаться домой пока у нас тут не слили хотя будет сложно слить и вот эту вот штуку медик выкачать лучше в самом начале теперь бинты у меня будут хилить не просто так ну как говорится под 30 по моему бинт хилит а написано я настолько давно это делал выживал за но что даже не помню сколько хилит бинт но теперь он будет хилить как минимум дольше до видос получился очень интересным да конечно но если честно видос получился не очень интересным потому что молотали простую зеленую локацию но еще вот уже нужно начинать понятно что ты не ворвешься в last day прям с ноги хотя если честно я бы подправился сразу же на рейд доступ запрещен потому что требуется 10 уровень я думаю что самый прикол будет набить именно этот 10 уровень и пойти в рейды это будет как минимум круто я думаю что в ближайшем будущем так как мы можем себе позволить это ночь на улице ночь как вы заметили и никто не сможет вам помочь может быть да да разбираем нашу базу но прежде чем это сделать нужно построить несколько ящиков так как мы качнули себе уровень доступ к ящикам нас открыты так ребят ящик ящик да построить же вот здесь принципе в любом месте лучше всего наводить порядок самого начала да это странно звучит от меня но тем не менее лучше порядок в ящиках ввести самого начала потом будет сложнее поверьте моему опыту так ну что я готов собрать чоппер в самом начале с первого уровня но также понимаю что детали к чопперу не так уж и легко найти но зато я с первого уровня сразу же вот так вот красиво нашел колесико детали к чопперу это то что нужно прикольно да на дальше вкидываем все сюда потому что она как минимум будет нужно в ближайшем и так а не забываем о дневнике выжившего отличнейшая тема заявить о себе забираем также здесь халяву и на 30 дней если я не ошибаюсь в ему а на 29 до 30 дней вы можете выполнять вот такие вот задания естественно за 30 дней все подсчитано если выполнить за четкие задания то ты можешь пройти до 60 уровня тоже как сезон это личный сезон новичка и естественно получить кроме тактического рюкзака монеты это единственный вариант это единственный момент когда ты в игре будешь получать монеты бесплатно бездонат на 50 монет и никогда у меня по моему 20 сезон это тот момент когда еще в сезоне получили один раз бесплатные монеты один всего лишь маленький разочек но задание достаточно не тяжелое если вы видели то построить 200 на 1 уровне убить 20 зомби в лесу я уже 9 приговорил а для того чтобы построить простые перволевельные как говорится нам стены из дерева камня можно сделать топор и кирку всего лишь несколько стен мы можем построить даже не буду брать ресурсы нужные нам с почты эти перволевельные стены если честно вообще не защищать нет чего но зато база выглядит хоть как-то интереснее я не помню четыре стены или три это да вот с этим конечно не поспоришь лучше всего судя по тому что мы получили еще награды то нужно было 3 давайте добьем наших зомби и объявим о том что он новичку живой открывается второй шанс жизни я думаю что мы будем выживать на этом аккаунте и очень буду благодарен если вы поддержите эту тему выживание разбираем все стены теперь у нас есть много обработанной древесины не нужно на это тратить как говорится время и силы да у нас есть доски и известняк в ближайшее время мне не предстоит это все фармить ну что забираем это и это тоже прикольно будет но я буду хранить доски вот в этом ящике так уж лучше наверно вот это вот забрать и опять-таки обратиться к доскам прикольно и так что у нас здесь ага прикольно да оставляем бенты наши лучшие кенты отправляемся на простую зеленую локацию до того чтобы добить нужное количество зомби и может быть заметить чего-то еще более интересное ведь вы понимаете что вот это открытие и я так думаю что большущий приплыв но выживших кстати смотрите что это такое это ящик какой-то который сто процентов даст вам монеты сколько же он стоит это прямо я что его закрыл сколько они стоят это конечно проблема 250 рублей ну это если на наши деньги но у вас может цена отличаться я так заметил что у нас цена отличается в каждом регионе стоит по-разному залетаем сосновую рощу и кстати нам сразу советуют посетить ах-1 прям на первом уровне опа а можно ли по-моему я не видел вообще локация х-1 хотя в заданиях уже выпало если х-1 появилась я бы сразу с первого уровня попробовал бы хоть что-то сделать представьте себе насколько это круто новичок на х-1 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 круто трудовые будни посетите объект х-1 вроде как посетите но вроде как тут еще я так понимаю нужно базу зарейдить чтобы она появлялась печаль беда маленькие баги из бумаги но все-таки они присутствуют давайте разберемся с 11 зомби мы должны слить 11 зомби для того чтобы вполне выполнить сегодняшнее задание еще один выживший валяется здесь плохо что его раздеть нельзя и забрать хотя бы надбитый но все-таки с на это все нам понадобится ну а режим остался никто не отменял и каждый кто использует удар с режима остался получит сразу бонус тройной урон не не одеколон урон кстати волки не считаются но зато на такой локации можно встретить толстяка ну и как минимум одного бегуна да это тоже отдельная беда тема и кстати вот эти выжившие которые здесь валяются они подсказывают нам пароль от бункера альфа и настолько часто и ним подходил что они просто вот так вот ага внизу цифры и все так раздень его а деньги паса броню посмотри фига я как ты гляжешь как векут за фильмах якут за до очень редко но метко здесь появляется можно так сказать боссы с них даже можно выбить блок у меня такое было либо винчестер надбитый но тем не менее это первое оружие которое вообще можно получить зеленых локаций отлично с ящиков я не получал огнестрел на зеленках но я вам сразу скажу что я здесь не особо частый гость да зеленку я использовал долгое время для того чтобы фармиться здесь без особых проблем в качестве опа волчар отлетел в качестве просто древесины потом как появился провиант я уже понял что это дело можно немножечко притормозить кстати долгое время провиант давался на халяву всем ребятам которые выживали в игре ну то есть за сезону докачавшись до последних уровнях как минимум каждый сезон приносил 10 а может быть даже 15 провианта и даже если ты ни разу не донатил то провиант у тебя был и чистить зеленые локации всегда было самым выгодным что можно было бы делать в игре потому что здесь дается большое количество древесины большое количество известняка если чистить естественно каменные локации как-то очень мало зомби и я понимаю что выполнить задание мне придется с трудом режим стелс и блин волчара сейчас согреться хотя если честно даже вот так вот ты чувствуешь себя в безопасности потому что у тебя есть мачете оу тисак ну я знаю как заработать мачете да кстати первый раз когда сливаешься твоего персонажа восстанавливает без проблем о новый уровень кстати так и не получается у меня набить целую тысячу тысячу не не получается набить опыта чтобы забрать первую награду сезона круто было бы я думаю что нич почему было бы сто процентов будет здрасте зомби что вы нам скажете я не знаю сколько еще нам осталось поэтому но с легкостью это можно проверить забрать открыть это все вот так вот и нажимаю вот сюда ты получишь одного зумби 6 как она есть один зомби но я думаю что его здесь нету поэтому нам придется перезайти самое крутое что может произойти мы с выжившим это то что ему выпадет взломщик прямо на первых уровнях игры и это было бы как-то более логично получить это все дело вот так вот прям в начале без особых проблем так доступ запрещен ну ладно будем идти на не мог если честно прожать свою базу нам даем в начале 25 монет которые я думаю что в большинстве моментов мы тратим на этот как его на восстановление энергии хоть раз но я думаю что мы потратим его потом когда-то на очистку зараженных ящиков а может быть на конечно релок каких-то локаций за какого за которые даются на редкие папки схемами еда ну что остановим голод жажду одного всего лишь зомби можно можно так сказать один день выживаем на новичке полностью закрыли так ну что товарищи сливами этого тоже можно отправить полностью автоматический фарм нашего героя чтобы но как минимум не возвращаться с пустыми руками домой я думаю что растительное волокно никогда не будет там лишним опыт тоже никогда не будет лишним ведь за каждый поднятый какой-то предмет мы получаем опыт кстати плюс к этому еще и зомби посливается ну а пока наш персонаж там бег бегает мы можем с легкостью сейчас зайти открыть дневник выжившего забрать награды прикольные но и конечно же ждать завтрашнего дня потому что завтра у нас новые задания обновятся ровно через 24 часа мы получим новые задания самые главные новые награды приятные изменения в игре для новичков уже в теме я думаю что вы тоже согласитесь что это достаточно прикольно увидеть такие изменения для новичков чтобы не ждать 15 уровня сразу начинать можно так сказать открывать дверь игры с ноги прикольно ну что кстати награды ежедневного бонуса могут быть у каждого разные я неплохо был бы дойти до мачете но увы два часа то есть два часа 54 минуты ежедневный бонус перестает действовать ладно ребят я дочищу эту локацию в автомате а вам огромное спасибо за просмотр не забывайте за лайк подписывайтесь на канал обязательно ребят комментарий всем удачи пока увидимся в следующих видео спасибо